Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня видео особое. Случайно мне попалось на глаза видео доктора Никиты. Есть такой гастроэнтеролог, эндокринолог, который такой ехидный, оригинальный товарищ, приверженец карнивор-диета, то есть ест, по крайней мере, раньше. Несколько лет назад я на канал к нему попал и посмотрел несколько видео, где он смачно ест, скажем, сырую печень, говяжье мясо. То есть он считает себя неандертальцем. Так, как их представляли, так сказать, вот и представляют некоторые ученые сейчас. Ну, в общем, сырое мясо считает это естественные пищи и субпродукты. Причем чмокал вот так вот, прям что какая-то вкуснота и так далее, глумился над веганами-вегетарианцами, так презирая и уничижительно говоря о них. И вот сегодня случайно увидел, выдал он, причем два дня назад видео вышло, но, видимо, в рекомендации Ютуба попало, по крайней мере, да, я такую увидел. Какую еду он ел каждый день, что в пище избегал долгожитель от науки Фред Кумеров. История медицины. Значит, я вам сейчас кратко расскажу, о чем он там говорит. Человек действительно выдающийся, но интересные выводы, какие делает этот Никита, доктор Никита, а выводы те, которые ему нравятся. Тем не менее, есть и противоречия там. Более того, я приведу сразу доказательства обратного тому, что он говорит. Ну, не всему, разумеется, а есть и правильные вещи, абсолютно. Ну, давайте по порядку, уверяю вас, что это будет интересно, поучительно. И кто интересуется темой здоровья, хочет понять, разобраться сам, а не верить кому-то, это вот будет важно, очень важно. Кстати, как и мое видео, разбор лекции Натальи, вот этой Наилевны, по-моему, Кэмпбелл Макбрайт, где я там прям вот очень сильно разобрал ее тоже а-ля Корнивор Диету под своим там названием. Советую вам это видео посмотреть, ссылку оставлю. Поехали. Значит, о чем речь идет? Вот он говорит, это Никита, а я записал, буду сейчас конспект смотреть, естественно. Что этот доктор Фред Кэмеров, он прожил 102 года, да, хотя, забегая вперед, все-таки несколько лет в инвалидной коляске последних провел, поясню, как это сам Никита объясняет, почему, но делал не в этом, в общем, долгую жизнь, 102 года. Как он ел, сейчас разберем, но главное, что он сначала сделал, то есть, да, выдающиеся ученые, вопросов нет, потому что, например, он победил в США Пелагру, может быть, вообще один из первых в мире придумал, как это делать. Он просто бедную витамином В3 пищу, крупы там разные, тем более вареные и жареные, когда витамины разрушаются, да и мало там В3. Это была основная пища, там, американцы в определенное время, ну вот, и он просто рекомендовал обогащать этим витамином, либо определенным образом готовить ту же кукурузу, как это там коренные народы делали, или ферментировать, короче говоря, когда В3 остается. В общем, победил Пелагру. Потом, второе его выдающееся такое изобретение, это когда куры, кстати, очень интересный факт, хранились недолго, жиры прогоркали. Стали выяснять, но вот он только и придумал, их кормили льняными семенами, ну, определенную часть рациона эта пища составляла, и там омега-3 быстро прогоркают, что вполне понятно, и вот было тело всем фактически пропитанное, и омега-3, а часть омега-6. И вот он выявил, что нужно изменить рацион питания, убрать льняные семена, а применять злаки, и, в общем, тогда после разморозки перестал быть вот этот специфический запах и так далее. Отсюда сразу, вроде бы, многие из вас делают вывод, неужели льняное семя, льняное масло вредно? Нет, не вредно, там вопрос только в том, что окисление очень быстро происходит, омега-3. Омега-3 жирные кислоты, конечно, полезны и важны, вот, ну, идем далее. Самое выдающееся его для человечества положительное, скажем, открытие, очень важное, это про трансжиры. Он 60 лет доказывал их вред, он смог их доказать к концу своей жизни, к 101 году, когда, в общем-то, признали, и на уровне чуть ли не правительства, Минздрава и так далее, в общем, в течение трех лет повелели промышленность перевести на, скажем, без трансжиров все виды производств продуктов питания, которые долго хранятся в том числе. Про трансжиры сейчас говорить я не буду подробно, и это вещь очевидная, я и 10 лет назад про это говорил, и давно ученые многие доказывали, что это однозначно приводит к раку, в том числе, не говоря о других проблемах, лишь скажу, что это маргарин, производный вот от слов гидротированные продукты, жиры, и даже когда человек жарит, правильно он говорит, там, на любом практически растительном масле, которое жидкое изначально, вот жарко, там какое-то количество трансжиров тоже образуется, но когда это совсем твердеет, как в промышленном производстве, то да, это вообще вот маргарин тот же, это очень вредный продукт, безусловно, вредный, это абсолютная истина, это все было понятно. Кстати, он родился в 2014 году, а уже в, ну, в 900, а в 2015 как раз вот это вроде произошло выдающееся событие. Так, ну и четвертое его выдающееся, можно сказать, не то что открытие, а смог он доказать, что холестерин не вреден, а вреден поврежденный холестерин, который как раз разрушает сосуды, приклеивается, скажем, внутри вот на стенки артерий, а не просто холестерин. И это действительно так, сейчас уже многие про это знают, и тут вот те, кто привержен со всякого животного кето питания, корневор и прочее, правы в этом смысле. Но доктор Никита веет выдающееся его достижение в том, что он, он раз 10 это в той или иной связи повторял, что доктор этот не изучал вопросы долгожительства, он изучал питание, он пришел к своему естественным образом долголетию личного, через изучение питания он также жил и питался, как и проповедовал, что называется, как доказывал. Есть ученые, говорит Никита, кто пропагандирует веганство, изучая полуголодных крыс, он там, кстати, много голумится и в этот раз, не так, как это было, вот когда я смотрел ролики его года 2 или 3 назад, а тем не менее над веганами постоянно это скользит. Как он сам питался, что ел важно, ну, сейчас мы поговорим. Ну, говорит, что не ешьте продукты долгого хранения, совершенно согласен с ним, что избыток растительных масел и их нагревание увеличивает риск для сердца и сосудов, это выводы самого вот этого профессора, совершенно справедливо. От омега-6 одни проблемы, я согласен в этом, должен быть определенный баланс между омега-3 и омега-6, лучше бы омега-6 вообще не было, они незаменимые, совершенно правильно, согласен, и это абсолютный да факт. Женщины в Китае, кстати, вот больше мужчин болеют раком легких, выяснили в итоге, почему? А потому что они, ну, за сковородками стоят, а там ведь они все жарят практически и дышат постоянно, а масла используют соевые и аналогичные растительные, и при сгорании они дышат этими продуктами, горение омега-6, а это мощные канцерогены, вот рак, поэтому, несмотря на то, что женщина не курит. Значит, совершенно справедливо, ну, то есть, и, казалось бы, зритель, слушая вот эти вещи, когда он понимает, что это совершенно правильные вещи, человек говорит, справедливые, такие логичные, то, значит, он прав во всем. Вот, к сожалению, не так, или к счастью. Готовить нельзя на растительных маслах, говорит Никита, и дефицит холестерина несет больше вреда, чем достаток, избыток. Но когда ученые, мировое сообщество считало, что холестерин штука вредная, и он во многих продуктах животного происхождения, и при выпечке, то все завалили крупами, пошли эти завтраки, прочие дела, что вредно, потому что и омега-6, и, так сказать, ну, он этого не говорил, я это скажу, глютены, другие лектины, то есть, те белки растительные, которые вызывают воспаление, действительно, ну, в общем, да. Еще раз, он не искал, что продлевает жизнь специально, и он принимал в своей жизни взвешенные решения. Он ел холестерин, он не ел растительные масла, не оливковое масло, кстати, он все время несколько раз, раза три там про оливковое говорил, что это, мол, тоже вредно. Ну, вот я хочу сказать, что, значит, я противник жарить, и вообще на маслах. Ну, кстати, он там сказал, и это совершенно верно, я еще думал, скажет, не скажет, сказал, есть такое растительное масло кокосовое, и вот кокосовое масло, это насыщенные жиры, фактически, как животные, и практически, ну, там 2% есть омега-6 жирный, это смешно. И, кстати, почему пища не воняет при жарке на кокосовом масле? Дорого, скажете, да, особенно на органическом, а это важно, на органическом, ну, естественно, учитывая все факторы здоровья, так вот, потому что это масло как раз не прогоркает, и не окисляется пища, практически не окисляется жареная на кокосовом масле. Поэтому, кто жарит, жарьте на кокосовом масле органическом сразу, потому что будет спрашивать, часть будет злиться, что я рекламирую, вот люди, а часть будет злиться, что я не сказал, где купить, что это нигде не купить, так, с претензией. Так вот, по ссылке я вам оставлю, вот под этим видео, вернее, ссылку оставлю на натуральное органическое кокосовое масло, на котором, да, действительно, жарить можно, и пищи прогоркать практически не будет, окисляться не будет практически, и, собственно, ну, вреда от такого не будет. А кто-то скажет, на сливочном жарить, ну, пожалуйста, да, вопросов нет в этом смысле. Хотя, еще раз скажу, любые жиры при соприкосновении с воздухом, все равно в той или иной степени, тем более при повышенных температурах, окисляются, и это все равно не есть полезно. Но, да, из, как говорится, двух зол меньше, и поэтому либо сливочное, либо кокосовое. И для веганов тех же кокосовое масло, жаркое имеется, кто жарит, это находка, это выход. И тут, правда, об этом Никита все-таки сказал. Ну, так вот, про оливковое. А знает ли Никита вот среднеземноморскую диету, так называемую, где очень много? Да, мяса почти нет, морепродукты, да, есть животные, то есть имеется рыба там и прочее. Но очень много растительной пищи по объему больше, чем все эти животные. Это, конечно, в основном зелень. Это, безусловно, зелень, что очень важно, и овощи, выращенные на богатых почвах. И вы знаете, что в этих районах люди, очень многие жили, очень, целые районы есть определенные группы, где средняя продолжительность там за 95, где 105-110 лет раньше, не сейчас, сейчас единицы таких остались, а вот раньше было просто сплошь и рядом. 110-115 лет, вообще никаких проблем, много. То есть гораздо дольше, чем прожил этот доктор. Но спрашивается, вот вы сами, как считаете, ели эти люди поколениями оливковое масло и оливки? Конечно, да, но тут никаких вопросов нет, конечно, ели. Возникает вопрос, вот Никита же все время здесь не научно, он сейчас не научно ничего здесь говорил. Он говорил как бы, ну, популистские вещи, многие правильные, вот факты излагал. А домыслы, что молот 102 года прожил, значит, все, что он ел, это правильно практически, хотя тоже оговорки были, сейчас поясню какие у него, что не все правильно. Но тем не менее, кто я такой, чтобы осуждать, 102 года человек прожил, ну, хорошо, давайте скажем так, что многие жили, кто ел и оливковое, даже готовили на нем 110, даже 115 лет. Значит, теперь как это объяснить, Никита? Ну, я-то знаю, как объяснить и объяснял во многих своих лекциях аналитических, в том числе по долгожителям. Далее. Итак, Фред Комеров искал и находил ответы. Ну, правильно, подливого ума человек, научного склада мышления, просто имел разум, логику, ну, выдающийся человек. Так вот, сравните кого-то, говорит Никита, в ютубе там или в телеке вот эти гуру от ЗОЖ, которых он терпеть не может, этих электронных выскочек с Фредом. Ну, типа, знаете, тут нечестный такой прием он применяет, что, мол, они же не прожили еще 102 года, а что-то там несут. Мол, значит, что человек, если не прожил 100 с чем-то лет, он не имеет права о долголетии рассуждать, разговаривать или доказывать что-то. Это бред, безусловно, это антинаучный тезис, который он сказал, высказал, совершенный бред. Как вот в нем сочетается? Он же претендует на такую научность, в общем-то, этот Никита. Ну, ладно, тогда давайте так. Если он любит сравнивать, и вот в 102 года умер этот выдающийся ученый, Фред Кумеров, то был такой, и, кстати, родились они в один год, в 1914. Только умер этот человек в 2018 году, он прожил полных 104 года, причем в 102 года он ездил, есть кадры, видео, вот посмотрите, на своей машине, водил машину, то есть он был здоровее, чем Фред Кумеров, безусловно. Он прожил дольше, пусть и на 2 года, но все же после 100 лет каждый год это как за 10 идет, да? Имя его не выговоришь. В общем, Элл Суорт Уэр Хэм. Это выдающийся кардиохирург, профессор, который оперировал людей до 95 лет. Он проводил один из первых операций на открытом сердце, это еще из старой академической школы, выдающийся врач и хирург, профессор. И, я полагаю, Никита, если вдруг это видео посмотрит, а он что, не знал об этом выдающемся человеке, а к чему я это говоря, он веганом был. Вот он как раз считал, что холестерин очень вреден, и он абсолютно не ел последние там 60 с чем-то лет, ну 60 как минимум своей жизни, вообще животные продукты. И он прожил жизнь абсолютно здоровым человеком, когда в 102 года водил машину, когда, ну, собственно говоря, выполнял по дому и по саду, и он мог бы работать, как он сам говорит, вот когда в 98 был, он говорит, я и сейчас могу оперировать, просто, ну, все-таки решил заняться и хозяйством, и собой. Вот, пожалуйста, вам такой еще интересный пример, Никита, как вы что на это скажете, а? Ну, вы же вот таким подходом руководствуетесь, мол, 102 года жил, пропагандировал холестерин, доказал, что он безвреден и так далее, и вот ел так, и вот прожил, значит, он прав, а веган и не прав. А вот вам веган, который 104 года прожил, я что, думаете, не могу привести примеры, и не приводил их в своих видео веганов, которые еще больше прожили, или более удивительные примеры, ну, то есть, когда не просто там на инвалидной коляске, или там еле-еле ходишь, и мышцы у тебя уже почти ничего не составляют. Вот, а я давайте в конце видео приведу вообще поразительный для вас, по крайней мере, Никиты, для таких, как вы, любители неандертальцев. Причем, кстати, самое поразительное, что он еще много раз, такой раз я сначала даже не понял, раз-два, а потом он прям четко выразил с Никиты в своем этом видео, что я, мол, до 102-2 не проживу, я в этом возрасте давно вот так вот в гробу буду лежать, типа того, прям показал, что вот он даже при том питании, которое считает естественным, что здоровье, а здоровье вообще-то синоним долголетия, честно говоря, да, это однозначно, ну, по логике. Так вот, тем не менее, при своей правильной, как ему кажется, диете, а он уверяет в этом и других, и сам и глумится над веганами теми же, ну, уверен, что он не проживет далеко столько-то. Ну, а веганов, между тем, причем, которые жили абсолютно здоровыми и были даже очень сильными людьми в свои 100 и даже более 100 лет, вот об этом еще поговорим, хотя у меня много таких видео. Так, что действительно нравится Никите, но психологически, не все разбираются в психологии, я это увидел сразу, это очевидно, чем гордится Никита, почему на знамя вынес он этого действительно выдающегося ученого, да, конечно, по этим четырем пунктам в том числе. Да, потому что он долго прожил и считал, что жир нормальный, ел и жарил яичницу на сливочном масле, но он сказал и не раз это, и это видно, что это главное, что умиляет Никиту вот в этом ученом. Кумеров был бойцом системы, конечно, это главное. В общем, несколько тезисов, что Никита сказал, неполноценный белок растительный, любой, кроме сои, правда, и некоторых бобовых, но и там есть фитоэстрогены, что вредно для гормональной системы организма, вот, отчасти я с ним согласен, про это много раз говорил, только полноценных белков растительных много, Никита, где? И в крапиве, и в сныте, и, правда, это за еду я понимаю, что он не считает, и, так сказать, тем не менее, а что только там, а овес, про который он тоже кое-что так вот нейтрально высказался. А вот, допустим, зачем в одном продукте растительным надо, чтобы были все незаменимые аминокислоты, это вообще бред, можно съесть несколько продуктов. Ну, хорошо, все есть спирулина, хлорела, да, в наши дни вполне нужно даже, не то, что можно употреблять биодобавки и такие концентраты, которые, так сказать, либо вот в природе есть, ну, вот как водоросли спирулина, хлорела, только биоорганические, конечно, да, где вообще 78% там на сухой остаток белка, включая все незаменимые аминокислоты, почти все витамины группы В и так далее, в малом объеме, что, кстати, самое идеальное для любой живой системы, из малого объема пищи получить максимум концентрации питательных веществ, не так ли? Ну, вот, кто-то скажет, неестественно, нет, вполне естественно, сейчас в наши дни, давайте, сейчас не буду обосновывать, почему, это много раз говорил, ну, или, пожалуйста, семена конопли, и еще раз говорю, не надо, чтобы в одном продукте были все незаменимые аминокислоты, можно в двух-трех получить их, и причем в большом, довольно-таки, концентрированном виде. Так, что высококачественный белок, это животный белок, слышали эту песню бездоказательную и глупую. Что ел этот ученый? Ел мясо, яйца, молочку и, правда, фрукты. Тут Никита так вот, потому что он же против фруктов и всего сладкого, и, главное, он прям против клетчатки растительной, такой вид углевода, клетчатка, хорошо. Никита, кстати, доктор Берг за клетчатку, ну, ладно, тоже, который за кето-диета и мясо. Так вот, Никита не согласен с этим, что фрукты эти вредные, но он говорит, ну, да, но все же прожил 102 года, значит, лично для него это, а, лично, значит, уже исключение, ну, не системно, не системно. И вот, говорит, несмотря на клетчатку и фрукт, он все же прожил, да, овсянку ел с ягодами раз в день утром, вот так-то, а уж это тоже Никита против этого дела очень сильно. Кстати, по поводу овса, мое видео посмотреть, дорогие товарищи, это интересная штука, на самом деле, если правильно цельнозерновой глазерный овес запаривать в термосе, есть технологии, и там, значит, это неплохая штука, на самом деле, ну, ладно. Так вот, несколько орехов ел в день, и Никита недоумевает, зачем, мол, это, ну, пускай, типа, говорит. Три раза в день ел он всего три раза в день, не переедал, вес контролировал свой, если повышался, там, уменьшал дозы, алкоголь никогда в жизни не употреблял и не курил. Значит, Никита, объясняю, генетика тех людей, вот того поколения, она довольно-таки была сильная, крепкая, не то, что у нынешних людей. То, что он не пил, не курил при той генетике и тех экологически чистых продуктов, которые он в детстве, когда все закладывается, ел до половозрелого, скажем так, состояния, хотя бы, это дало ему огромный плюс в его последних годах жизни и потенциал здоровья. Это очень важно, это многие недопонимают, но вот это как раз главные факторы его долголетия. Ведь очень много таких людей в той же Америке, которые живут там 101, 102, 103, едят примерно умеренно, едят, ну, то есть, все продукты разные, продукты, но живут столько. Да, последние годы кто-то хуже, кто-то там, значит, в инвалидной коляске. Кстати, много раз говорил, еще раз приведу вам пример насчет молока и прочее. Я, конечно, поражаюсь, почему Никита не понимает, что молоко других видов животных глупо, неестественно, ущербно. Какие там проблемы? Ну, да ладно. Вот в книгу рекордного гимнаса официально, в американскую, ту самую, бабушка одна, старейшая на планете педиатр, занесена, она 114 лет, Никита, 114 прожила, которая, я не могу утверждать, ела она мясо или не ела, скорее всего, нет, но у меня нет никаких на эту систему сведений, но молоко точно она не пила, считала, что дети, которые на молоке животных выращиваются, да, выкармливаются, они анемичными вырастают, другие проблемы. А у нее стаж был, ну, где-то лет 9, около, не 90, а сколько получается? Ну, да, где-то 90 лет, даже больше врачебного стажа. Так вот, к ней со всей Америки приезжали родители детей приводили, опыт колоссальный. И вот она ничего, кроме воды, не пила в своей жизни. Кстати, не думаете ли вы, что это правильно, а? Вот я считаю, что правильно. Ну, да ладно, это так, еще один пример интересный. Так вот, поэтому его питание лично вам, ну, это вы понимаете, да и другим людям не даст такой долгой жизни, потому что факторов, которые, негативных факторов, которые действуют на нас с вами сейчас, больше, чем тогда, когда жил, формировался и даже был во взрослых уже летах, этот ученый. Много факторов действует на нас сейчас, тем более. Плюс в копилку его долгих лет жизни, то, что он, ну, мало ел сладкого, по крайней мере, там, синтетического фрукта ел, но вот то, что, как люди обычные, чай там с сахаром, этого он не ел. То есть, процесс там гликирования тот же там, он в меньшей степени был у него. Кстати, а посмотреть Никита очень интересную, дам вам пищу для размышления, биографию и жизненный путь очень интересного другого ученого, ну, доктора-доктора Ревича. По-моему, он был там венгерский или сербский еврей, который тоже в Америку, вашу любимую, уехал. И, значит, вот речь там идет про паш-среду. Очень интересные данные. Была книга, она даже на русский язык в переводе вышла. В общем, про доктор Ревича. Он прожил, кстати, тоже 102 года, имел разные награды правительственные. Выдающийся человек, правда. Вот советую посмотреть. Ну, конечно, глумится этот Никита постоянно, что животным белкам, мол, говорят, они вредные всякие веганы-дураки, потребовалось 102 года, чтобы его убить. Ну, а вот того доктора, который я приводил, 104 года, ту бабушку там потребовалось, то есть не убить, она 114 прожила, ладно. В общем, все не может успокоиться. Он 102 года прожил, ну да. Ну, он перечисляет, что убивает человека, то есть там трансжиры туда-сюда, правильно, абсолютно. Что не убивает. И вот он тут, значит, жир, мясо, прочее, и фрукты даже сюда внес. Удивительно, хотя Никита раньше так злился прям насчет всего растительного. Я не знаю, я не смотрел его другие лекции. Вот тогда посмотрел, два года назад или три, несколько, ох, как он отчаянно там прям глумится и злиться насчет веганов и вообще фруктов и любой растительной пищи. Да, и главное, интересно, значит, кто я такой, чтобы осуждать, тем не менее, он не мог всего знать, даже вот этот выдающийся ученый доктор, вот этот, да, про которого он говорит, что фрукты, мол, и растительная пища вредны. Молодец. При этом, кстати, понимает, что он не проживет столько, тем не менее, считает, что эта пища растительная любая вредна. Да, кстати, доктор этот Никита очень не любит человечество, едко глумится на эту тему, там приматами называет раз пять людей, но, в общем, там глумления происходят постоянно. Ладно, теперь по поводу, мол, Никита же понимает, что некоторые люди посмотрят и начнут там его закидывать, что же, мол, доктор, а последние несколько лет в инвалидной коляске жил. И он стал изучать это, что ответить веганам. И он говорит, там нет точных данных, но вроде то ли несчастный случай, но он ничего не принимал, никакие пилюли, был против фарминдустрии, вот, предполагает Никита. Или свели его в могилу статины, которую он стал принимать, потому что его доконали люди, что у него, мол, повышен холестерин. То есть, у него был повышен холестерин. И, вероятно, Никита считает, что повышенный холестерин, это нормально, что те нормативы, они не верны. И для борьбы с жирами введены специально были, вот, мировой мафии, да, скажем так. Вот. Однако, напомню, что у Эрхо, доктор, он 104 года прожил, считал, что животные жиры вредны, что повышенный, и вообще холестерин вреден. И не ел, и прожил 104 года. Ну и в результате, поскольку принимал статину, он получил слабые мышцы. Правда, не сказал почему, да, потому что там дефицит. Не буду сейчас говорить, какого конкретно витамина группы В возникает при применении статина. Это почему важно обязательно принимать. Почему не буду, потому что я про это говорил в нескольких своих видео, ком будет интересно, посмотрите. Ну и, конечно, вот то, что я, мол, он говорит Никиту, что в гробу в 102 года буду лежать, а он все-таки, тем не менее, вот, дожил до 102 лет. Хорошо. Значит, давайте, Никита, так, еще вам и таким, как вы. Джоралина. Посмотрите, кто такой, изучите. По-моему, он был, я могу ошибаться, по-моему, там, чемпионом олимпийским в свое время, там, по боксу, там, в какой-то категории, не в этом дело. Он был веганом почти всю свою жизнь, а в 103 или в 104 года он умер, знаете, от чего? Не от того, что в инвалидной коляске мышцы уже не было. Посмотрите на эту фотографию, когда им под 100. Или уже за 100 лет, я вот сейчас не могу, не смотрел специально. Значит, просто посмотрите, какие мышцы. Почти ни у кого в 100 лет, ну, рядом мышц таких нет. Так вот, он сгибал в 103 года двумя пальцами 25-центовую монету, вот так, в конверт. Он занимался техниками, статическое такое развитие, не мышц даже, сухожилий связок. Как это делали русские чемпионы, русская школа, вот, Иван Подумный, Заикин там и другие выдающиеся наши силачи. Так вот, он был абсолютно здоров, он был абсолютным веганом. И он прожил бы неизвестно сколько, он был абсолютно, ну, вы видите, здоров и силен. Немыслимо даже для 70-80 лет, а он это, 100, напомню, 4 года, его сбила машина. Сбила машина. И от этого он умер, в аварию попал. Ну, дальше он рекламирует Академию доктора Ника или Ники. Про Йон, Силен там говорит, глутатион, что он поговорит. У меня, кстати, тоже про всё это есть видео, естественно, нельзя сказать, что доктор Никита говорит. Я не знаю, никто не говорит, всё неправильно и неверно, да? Вероятно, он делает очень важные акценты на важные нутриенты. Это прекрасно, это прекрасно. Кстати, доктор Никита, у нас великолепный липосомальный глутатион есть, рекомендую приобретать. Это лучший вариант. Близкий к 100% КПД усвоения. Почему? Изучить, что такое липосомальная форма и защита фосолипидных оболочек, чтобы в ЖКТ не было разрушения, пока до клетки не дойдёт то или иное вещество, витамин, минерал. Для зрителей моих я оставлю ссылки и на эти препараты, вообще на всю группу, линейку липосомальных витаминов и минералов, обязательно на все препараты выдающегося профессора Исаева. Кстати, он добился того, что омега-3 не окисляются вообще даже через 20-30 лет. Были такие эксперименты проведены, мог так капсулировать омега-3, что они не окисляются. Что открыло возможности для лечения колоссального количества болезней. Это вот препараты профессора Исаева. Вот вы, Никита, изучите, какая это школа уникальная, советская, чем он занимался, какие партии правительства перед ним ставило задачи, он их выполнял. Например, после Чернобыля для выведения тяжелых металлов, ну ради нуклидов, да, конечно, из организма, да, ну в том числе тяжелых металлов. Короче говоря, очень рекомендую вам изучить, у меня есть несколько видео, плейлист. Я оставлю для зрителей ссылку, ну а вы, если захотите, вдруг смотрите, или вам кто-то подскажет посмотреть, все-таки посмотрите, через гордыню свою перешагните, так? В общем, очень самоуверен в себе товарищ Никита, какое резюме мы подведем. Потому этот ваш профессор, о котором вы говорили, действительно выдающийся ученый, прожил долго, что у него была крепкая генетика, вероятно, его родителями тоже алкоголем не испорченная, что очень важно. Он потому долго жил, что он не употреблял алкоголь, как академик углов, который тоже прожил почти 104 года, и не курил, как тот же академик углов, который, кстати, ел все подряд, но действительно умеренно. Он ел и фрукты в том числе, сухофрукты, например, курагу считал необходимым, постоянно ее есть каждый день, понемножку, правда. И вот эта умеренность колоссальная, это очень важный фактор и низкокалорийное питание долгой жизни, более долгой. Между прочим, академик углов 100 лет шейку бедра сломал, потом она у него, даже он рентген и не делал, заросла. Но там это интересная тема, я об этом рассказывал. Да, еще факторы в копилку его долголетия, это мощнейший аналитический ум, постоянные тренировки ума и физическая активность. Ну а завершает Никита тем, что про коров там рассказывает, что кормить зернами нельзя, зерновой откорм вот это вреден, что омега-6 там накапливается, хотя натуральные там преобразуются, естественно, путем, благодаря бактериям там. В общем, ладно, что есть альтернатива, трансжиры условно не все вредные, а натуральным способом вот таким вот преобразуемые даже могут быть в какой-то мере полезны. Хотя долгой коровы, ну потому что это не их видовая пища и предназначено у них желудок, кишечник, чтобы все-таки есть траву и какое-то мизерное количество злаков, тем не менее, да, они быстрее растут, это промышленности выгодно, но это долго коровы так не проживут, да, я совершенно с этим согласен. И приведу вам по поводу масел еще один интересный пример. Есть такой профессор Хусейн из Марокко, он там знаток многих языков, интересный ученый и производитель органового масла, чуть ли не единственного органического и без всяких компромиссов производимого, как и сотни тысячи лет назад, когда там сотни женщин сидят, давят, там очищают вручную каждое зернышко. Короче говоря, вот он сказал, и основания ему не доверяют просто фактам тому, что он говорит, нет никаких. Во-первых, его дядя прожил 120 лет. Во-вторых, если сравнить по образу жизни и питания марокканцев всех и выделить из них группу, изучите этот вопрос. Берберов, кто такие племена берберов, я думаю, вы знаете, так вот, разницы там нет никакой. Ну, по крайней мере, лет 50 еще назад не было никакой междуобразом жизни, примерным питанием. Но есть только одна разница. Вот эти берберы с малолетства, начиная, внимание, Никита, с грудных детей. Нелюбимые вам растительные масла, но правда тут, видите, изучите все-таки это масло. Они поили, боюсь сейчас ошибиться, видео это есть у меня на канале, то ли чайную ложку, начиная с чайной, то ли со столовой. Вот этим органовым маслом, вот прям при кормлении еще молоком, своей матери давали и всю жизнь ели органовое масло. Так вот, средняя продолжительность жизни у берберов тогда была на 20 или даже 40 лет, я вот сейчас не берусь, примерно в этом диапазоне больше. То есть, не на 2-3 года, а на порядке. То есть, на 20-40 лет, а больше, чем у других марокканцев. Никаких других изменений в их, например, там, сельском хозяйстве или там в чем-то ином не было. Его дядя умер тогда, когда его 120 лет забрали в город. Довольно-таки быстро, прям сразу можно сказать. Ну, это один из примеров. Я просто вот такие примеры собираю и умею анализировать их. И, по крайней мере, ваши доводы сейчас, ну, рушатся. Я не обо всем говорю. А о том, что вы, мол, так, значит, если человек прожил 102 года и вот так-то питался, значит, он прав. Нет, это просто совпадает с тем, что вы пропагандируете. Но это не означает, попытайтесь абстрагироваться от этого. Вот как я беспристрастно к этому подхожу и привожу примеры другие. Что, например, углов там 100, почти 4 прожил. Что вот других людей привел вам в примеры. Некоторые из них мясо ели. Кто-то полный веган и при этом поразительный. Действительно, согласитесь, да, в 104 года, в 103 сгибать монету двумя пальцами. Вот таким бицепсом иметь. И это поразительно. То есть и здоровье, и сила. И вот просто абсолютное здоровье. Ну, вот таких примеров на самом деле немало. Я советую зрителям, а может быть и вам, посмотреть аналитику видео вот этой вот тоже лекции. Я разбирал Макбрайан Кэмпбелл. Там татарка советская, русская, которая как бы татарка, да, ну так скажем, русская татарка. Потому что русский менталитет, культура, язык. А которая вышла замуж в 90-м вроде году, эмигрировала из СССР в Англию. Там вышла за какого-то товарища. И вот, собственно, сейчас вещает на русскую, конечно, аудиторию в том числе и в первую очередь. Вот свои такие вот, значит, новшества по питанию, диетологии. Хотя это то же самое корневор питания. Ну, короче говоря, примерно так. Ну что, дорогие зрители, как вам эта аналитика, эти сравнения и доводы мои относительно того, что привел в пример вот этот товарищ Никита? Ну, если хотите, можете, конечно, посмотреть у него какие-то видео. Я даже не смотрел, у меня времени на это нет. Сейчас, да, достаточно мне было того, что он говорил раньше, эволюционирует немножко его мышление, эволюционирует. Он уже тут, скрипя сердцем и про фрукты, что-то допускает, что вред это не приносит. Так и сказал, что вред приносит, он перечислил, что нет, оказывается. Хотя раньше прямо аж с пеной у рта. Искривляниями, глумлениями. Ну, в общем, и другие нюансы. Ладненько, думайте, анализируйте, смотрите мои видео, это я к зрителям обращаюсь, все-таки не пропускайте. И ответы на вопросы, рубрика такая у меня целая, интересная, аналитическая, она на отдельном канале на моем теперь, ответы на вопросы. На главном канале не будет больше ответов на вопросы. Подписывайтесь на все мои каналы, ссылка на них в описании под этим видео. Ну, пожалуй, на сегодня все. Всего хорошего.